Всем привет, ребята! И сегодня я с мамой катаюсь по городу, потому что ей нужно в магазинчик и по делам, и я попросила с ней, и она меня взяла. Она вечером ещё пожалеет об этом, потому что ездить со мной это одни растраты. Папа это уже понял, а мама сегодня попала. Так что сейчас поедем в какой-то магазинчик, возможно в эпицентр, посмотрим разную канцелярию и другие штучки-побрякушки. Ребята, вот сейчас я по пути заехала в магазин посмотреть себе новую обувь, и здесь я увидела такие ботиночки-филы. Они мне очень понравились, тем более я давно хотела себе филы, и я думаю я их возьму, хотя здесь есть ещё такие серебристые, и сейчас хочу посмотреть, как они смотрятся на ножки. Ребята, мне обе модельки очень нравятся, они очень удобные, и я даже не знаю какую взять. А вам какая моделька больше нравится, серебристая или белая? Проголосуйте здесь в вопросе. Здесь всего 4 модельки, и какую из них выбрали бы вы? И как вы думаете, какие я себе купила, белые или серебристые? Идите к мамочке. Так, смотрите. Ой, ничего не видно, но ладно. Это серебристые вот такие. Они мне так понравились. Моя прелесть. Смотрите, я нашла вот эти вот две косметички. Как вы думаете, какую мне брать, беленькую или розовенькую? Они стоят одинаково абсолютно, они абсолютно одинаковые, только цвета вот отличаются. Вот я думаю, какую взять из них. Они мне обе так нравятся. А я ещё много кисточек с Алиэкспресса заказала. В общем, я решила взять беленькую. Посмотрела, всё хорошо. Беру вот такую вот лепёшечку. Так вот, мы сейчас заехали в Галактику. Сейчас посмотрим, может, что новенькое завезли. В общем, что-то себе прикупим, кстати. Смотрите, какую бебезяну мы нашли. Такая прикольная. Давидику купили, в садик будет ходить. Вот присматриваю ещё ручки. Ручек много не бывает. Кстати, смотрите, какая капиллярная ручка, смотрите. Так, здесь такой кончик, а здесь такой. Например, мы можем написать вот так вот, а потом просто закрыть. Если мы где-то сделали ошибку, то по-нашему же этим провести просто, и оно всё исчезнет. Исчезнет. Видите, как ничего и не было. Прикольный. Но нам гелевым писать нельзя. Кстати, здесь очень много всего разобрали после того, как я сюда приехала. Очень. Почти ничего не осталось. Это только ручки. Вот, смотрите, пообещала брату купить папку, но такой, как ему понравилось, уже нет. Я же говорю, тут уже всё раскупили. Но, кстати, привезли тоже много всего интересного. Так что буду докупать. Но, прости, Егор, остаёшься без папки. Какую купить брату? Синюю или красную? Буду думать. Наверное, красненькую возьму. Смотрите, какая неожиданная находка. Если вы не поняли, это мой дневник с прошлого года. Он такой красивый, под старину сделанный. Как красками. Он оттянут такой, как шёлком. Он очень приятный, тканевый. Я его даже без обложки носила. Он вообще неубиваемый. И я осталась довольна просто. Есть такой разворотик дальше. И белые листочки. Смотрите, здесь такие красивые блокнотики я нашла. Вот, смотрите, здесь как будто красками нарисованы вот такие цветочки. И листочки вот такие вот разноцветные. Я его возьму, он мне очень понравился. Но тут проблема, потому что здесь есть ещё один очень красивый блокнотик такой, как кожаный. И здесь листочки котики. Я не знаю, какой взять. Ладно, пока пошлите со мной оба. Я потом решу. Здесь смотрите, какие красивые есть блокнотики разные. И у них тоже разные цветные листочки. Здесь очень много. И вот, например. Мне так нравятся вот такие вот листочки. Вообще. Смотрите, я решила брать вот таких вот котиков. Но тут я заметила, что есть ещё вот такие вот блокнотики. Очень красивые. С чёрной и красной. Но красные мне как-то не очень нравятся. А вот чёрный, фиолетовый. Очень красивые. Скажите? Ну, я, наверное, всё-таки возьму котиков себе. Они такие милые и молодежные. Да, ребят, посмотрите, какие две красивые папочки. Я не могу выбрать. Вот опять спрашиваю у вас, какую вы бы выбрали. Как вы думаете, какая красивее? Просто они две такие красивые. Да, там листочки сыпятся. Они так пахнут. В общем, кто не понял, я нашла сквиши. Они такие мягкие. Это попкорн. Здесь есть также клубничка сквиш. Такой мишка с пончиком. Есть вот такой вот кактус смешной. Лисёнок, смотрите. О-о-о. Но брать я, наверное, не буду, потому что сквишек у меня уже очень много. Кстати, здесь есть единорожка такой. Да. Кстати, здесь банки со слизи. Ой, фу, посмотрите, там какие-то тараканы. Смотрите, я видела у одного блогера такое кольцо. Он говорит, всегда хотела попробовать на таком же покататься. А здесь нашла в магазине такое. Ой, это такое удобное. Кстати, меня многие просили снять обзор на моё рабочее место, где я учусь, занимаюсь. Но я решила сейчас быстренько вам всё здесь показать. Ребята, смотрите, вот так вот сейчас выглядит мой рабочий стол. Меня попросили рассказать и показать вам его подробнее. Поэтому сейчас начнём. Давайте отсюда. Это мой принтер. Он обклеен наклейкой, потому что в детстве я так и сделала. Так, это моя лампа в форме птички такой. Это подставочка номер один. Это подставочка номер два. Это корзиночка с разными мелочами. Это стаканчик с ломастерами. Здесь не все. Надо сюда все остальные потом будет переложить. Это мой монитор. Внизу стоит мой бумбокс. И вот это вот у меня подставочка для листочков разных. Здесь мой букетик стоит и ещё одна подставочка. Здесь корзина с разной канцелярией. И вот такая вот стопочка. Там, где вот такие вот подставочки. Они для учебников, но я сюда ложу всякие папочки, файлики, предметы, блокнотики. В общем, разное такое. В общей сложности мой рабочий стол выглядит вот так. Кстати, я уже расставила все свои учебники. В общем, вот за таким столом я буду учиться весь этот оставшийся год. Может, здесь и здесь что-нибудь поменяется. Но в общей сложности всё будет вот так вот. Итак, вот все мои покупки, не считая кроссовочек, которые я сделала сегодня. Давайте я вам покажу от мелкого и закончу косметичкой, потому что я её хочу потом распаковать. Вот смотрите, я купила вот такие вот два клея. Этот жёлтый, неоновый, а этот вот такой вот, сейчас покажу, фиолетовый. Потому что у меня закончились все клея, мне нужны новые были. Итак, я купила вот таких вот два текстовыделителя. Я такие видела раньше. Также это вот такие вот, как карандаш, как мелочек, текстовыделитель. Они мне очень понравились. Я взяла розовый и салатовый. Также взяла вот такие вот четыре ручки. Они мне очень понравились. Они как силиконовые, они очень приятные. Вот эти такие вот две с цветочками и две с узорами. Так, дальше я взяла вот такую вот большую папочку, где пересыпаются блёсточки. Она у меня будет для дополнительных, для разных тетрадок. И последняя, предпоследняя, это вот такой вот блокнотик красивый. Распечатывать не буду здесь вот такие вот мордочки котят по листочкам. И вот такой вот он фиолетовый, как кожаный. Очень красивый, мне понравился. И последняя, это вот такая вот косметичка. Сейчас хочу её распаковать. Так, тут ещё вот такая вот ручечка в пакетике осталась. Думаю, так, смотрите, какая лепёшечка здесь. Так, как бы нам её распаковать. Сейчас разложим. Она просто сплюснутая сейчас, но она потом разровняется и будет всё хорошо. Я взяла вот такую вот большую, потому что я заказала большой набор кисточек с Алиэкспресса. Вот, посмотрите. Но потом она распромится и будет ровненькая, красивенькая вот такая. Мне очень нравится вот этот материал, как придумали. Ну, а впрочем, это были на этом все покупки, которые я сделала на сегодня. Ребята, смотрите, вот так вот в конечном итоге выглядит моя косметичка. Она уже вся наполнена моей косметикой. Ещё кисточки придут и вообще будет супер. И, кстати, я забыла вам совсем показать вот эту вот тёрочку, которую я тоже купила. Совсем вылетела из головы. Ну, а также я в следующем видео уже объявлю итоги комментария месяца. Ну, а на этом моё видео заканчивается. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok